Четырёхлетний Ник давно наблюдается у доктора Валентины Цахер. На приём к врачу мама водит его не только тогда, когда он болеет. Ник не пропустил ни одного из плановых профилактических медосмотров. После восьмого осмотра у АХТ врач пришла к выводу, что у ребёнка нарушена речь. Он не все слова выговаривает правильно и делает грамматические ошибки. Кроме того, стало очевидно, что для своего возраста Ник слишком мал ростом. Ну, удивлена я не была, потому что я уже замечала за Ником, что он маленький, в садике ростом маленький. И его проблемы с речью, он очень поздно начал разговаривать, в два с половиной года. Поэтому для меня, то, что я пришла на этот унтерзухунг, было важно услышать от врача ещё раз, что мои сомнения подтвердились, и что это действительно в четыре года ребёнок уже должен быть и выше, и лучше разговаривать. Следует ли назначать Нику терапию в связи с задержкой роста, станет ясно по результатам анализов крови. Кроме того, мама Ника хочет, чтобы с ним обязательно занимались развитием речи. Дети, которые растут в двуязычных семьях, часто испытывают проблемы с обоими языками. Родителям, которые говорят дома по-русски, рекомендуем мы, чтобы они говорили с детьми тоже по-русски. Тогда дети говорят правильно. Когда они в садик пойдут, тогда они научатся правильно по-немецки говорить. В том случае, если ребёнок по-немецки проблемы будет иметь, тогда назначается логопедия. Начинать заниматься с Ником коррекцией речи имеет смысл только после того, как он научится хорошо говорить по-немецки. Мама Ника рада, что водила его на все профилактические медосмотры. Эти обследования, которые проводятся бесплатно, очень важны. Они позволяют выявить проблемы, с которыми столкнулся Ник на ранней стадии. Профилактические осмотры для детей в возрасте 4-5 лет очень важны для того, чтобы своевременно выявить нарушение речи у детей, нарушение слуха и своевременно провести лечение для того, чтобы дети потом в школе могли хорошо развиваться. В ходе 8-го и 9-го профилактических осмотров медсестра сначала проверяет слух и зрение ребёнка. При этом особое внимание обращается на то, правильно ли выговаривают слова маленькие пациенты, не шепелявят и не заикаются ли они. Кроме того, врач смотрит, насколько физически развит и ловок ребёнок, как чётко он выполняет определённые движения и может ли концентрировать внимание. Значение имеет не какое-то одно отдельное упражнение, а общее впечатление. Хотя Нику и не хотелось иногда приходить на профилактические осмотры, в общем, он ими даже доволен. Ну, а уж его мама тем более. Я считаю, что очень важно ходить на унтерзухунги не только на 8-й, но и на все, начиная с самого первого унтерзухунга, потому что ребёнок может выглядеть здоровым в глазах матери, но ты никогда не знаешь, что у него может болеть, да. И это может только увидеть врач, специалист, который ребёнка знает и может его обследовать. От проведения профилактических медосмотров выигрывают и дети, и их родители. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok